Всем привет! Праздники не за горами. А вы еще не придумали, как их отметить? Тогда смотрите программу «Внимание! Конкурс» с предновогодней темой «Хотим веселиться». Мы находимся в корпусе детской юношеской спортивной школы, расположенной по улице 60 лет Рассказова, где свои конкурсы нам представят сотрудники спортивной школы. Для нас и участников эстафеты устроили небольшой сюрприз. Воспитанники отделения спортивной гимнастики продемонстрировали показательное выступление. От лица администрации детской юношеской спортивной школы, конечно, я тоже приветствую участников команды, команд этого мероприятия. Хочу объяснить, для чего мы здесь собрались. Итак, нам предложили поучаствовать в конкурсе и показать, как мы умеем отдыхать. Поэтому мы не могли отказаться от этого конкурса. И цель этого конкурса, конечно, не победа, это участие, чтобы каждый из вас получил массу приятных эмоций, удовольствия и показали, как вы умеете отдыхать и проводить свободное время. Нам покажут семейную эстафету, в которой примут участие шесть команд по три человека. Папа, мама и ребенок. Выступать будут по три команды. Подробнее про эстафетный конкурсы объяснит заместитель директора, ведущий соревнований Соколов Владимир Анатольевич. Конкурс называется эстафетная палочка. Ребенок, добегая до спины, касается ее, возвращаясь, берет маму, откуда мама берется за любой эстафетной палочкой. Естественно, сцепляет маму и ворачивает всех краем сюда. Второй конкурс эстафеты. Шарик между ног. Папа надувает шарик, мама завязывает его и отдает ребенку. Ребенок должен пропрыгать с зажатым между ног шариком до стены и затем бегом вернуться назад и передать эстафету. Папа, готовы? Ну да. Так. Миша. Раз. Раз. Да, да, да. Два. Сейчас, сейчас, сейчас. Назад бегом, Коль. А следующий конкурс называется пирамида. По старту ребенок на положенном месте ставит наименьший кубик, затем возвращается и передает эстафету. Почему? Почему у детей маленький кубик у вас больше? Наверное, понимаете. Чтобы вам сложнее было. Ясно, да? Здесь координация и все такое. Смотри, что делает. Смотри, что делает. Это вместе. Нас в нос. Смотри, что делает. Аааа. Каналка. Каналка. Они все вместе. Все вместе, короче. Четвертый конкурс нашей программы – скакалочка. Здесь всего три скакалочки. Начинают мамы. И победит, естественно, та мама, которая первая достанет скакалку. Вот. Значит, три... Нет, нет, нет. Никакого, никакого ожесточения быть не должно. Значит, мама должна себе достать скакалку, отдать ее ребенку. Ребенок с помощью скакалки допрыгивает до, опять же, стены и бегом назад. Передает эстафету маме и, естественно, заканчивает эту эстафету папа. Также скакалочкой в одну сторону. Обратно бегом. Тихо, тихо, тихо. Сейчас разорву точно. Давай сюда. Тихо, 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 тихо. Ага, нет, вон, Ксюш. Бегом, бегом, Ксюш. Хотя, вон, Ксюш, скакать надо. Скакать надо. Блин, Мишка опять, смотри. Смотри, что делается. Давай, бегом, Миша, Миша. Есть. 56-73. Итак, мы начинаем веселый пинг-понг. Шарик вместе с последним участником должен пересечь финишную черту. Готовы? Внимание. Молодцы, молодцы. Что-то болельщик не слышно, а. Так, у нас никто ничего не слышал. Вот он, вот он. Итак, мы начинаем самый забавный конкурс. Он называется «Папа может». Ребенок добегает до стены и, касаясь ее, возвращается обратно. В это время папа становится на четвереньки. Лошадкой. Мама, встречая ребенка, усаживает его на спину папе. И папа вот в таком положении, на четырех ногах. А папа на четырех ногах? На четырех. Мама держит ребенка за руку. Мама, мама держит. Готовы? Готовы? Папа, готовимся. Мама. Есть, есть. А эти вместе. Седьмой конкурс нашей программы. Попади в цель. Суть конкурса. Участникам команд дают мячи, которыми надо попасть в ведро. Всего три попытки. Естественно, не так-то просто попасть в цель с первого раза. Вот, вот видите. Андрей, бегом. Бегом. Два. Две попытки. Три попытки. Бегом, бегом. Три попытки было. Бегом. Папы, все на вас. Вот он. Есть. Коля, финиш. Сырак. Один, первое. Да. Так, первое место. Да. Второе у нас было. Спаски. Спаски. Есть. А следующий конкурс называется «Своя ноша». Родители должны пронести ребенка на руках, кто вперед. Внимание. Все? Отлично. Да, 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 да. Есть. Есть. А следующий конкурс называется «Кувырки». То есть ребенок, сделав три кувырка, добегает, возвращается обратно, передает эстафету папе. Папа, естественно, сделав два кувырка, добегает, возвращается, отдает эстафету, передает эстафету маме. Папа, два. О, папа. Вот так. Ну, умеет. А что же? О, блядь, я начинка. Не стоит. И, наконец, финальный этап соревнований – бег в мешках. Значит, прыгаем до стены, все до стены, обратно бегом. Да, она самая первая прискакала. Молодец, молодец. И бегом, бегом назад, назад бегом. Давай бегом, быстрее, быстрее, быстрее. Молодец. Ему понравилось. Молодец. Иди отдавай, пап. Так, Ангелин, первая. Подведены итоги, и сейчас состоится награждение. Это самый приятный момент соревнований. Слово предоставляется директору спортивной школы, пустовалу Игорю Георгиевичу. Награждается сегодняшний голос за активное участие в бою в победе в эстафете семейной команды «Дюш». Каждая команда получила призы. Диплом за участие в эстафете и шоколадку. Некоторых членов семьи сегодня не было. Вот, поэтому мы решили специальную номинацию вот, за то, что выручили семью в трудной ситуации. Спасибо вам большое. Оставайтесь такими добрыми. Огромное спасибо еще раз, еще раз. Выражаю надежду, что вот эта наша встреча не последняя. Вы за? Да. Великолепно. Спасибо большое. Так, всей семьей, с друзьями, спортивно и дружно можно провести любые праздники. У каждого из вас есть возможность принять участие в конкурсе «Хотим веселиться». Порадуйте всех оригинальными забавами. Покажите нам свои конкурсы. Для заявок звоните по телефону 22 542. Не забывайте смотреть и комментировать наши программы на сайте tvolk.ru на страничке «Внимание. Конкурс». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин